Хорошо. Я думаю, что мы будем начинать с поддержкой. Как раз за то все собрались. Значит, конференция у нас посвящена IPTV, телевидению. Об этом у меня скажет наш президент ассоциации. Вот. А сейчас я хотел бы представить коллег, которые находятся в президенте. Это президент ассоциации Шила Семилия Алексеевича, Багненко Александр Владимирович, заведующий отделом по взаимодействию с операторами связи и телекоммуникаций. Вот. Впоследствии скажу интересное слово. У нас также присутствует Александр Николаевич, управление Федеральной институтой по надзору в сфере информационной технологии и массовой коммуникации. Впоследствии, у нас есть представитель ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя. Впоследствии, Дмитрий Шапкеевич. Извините, буквально 3 минуты от работы. Перед началом я представляю учебный центр, на территории которого вы сейчас находитеся. Учебный центр подготовки кадров. Мы с марта уже здесь занимаемся, работаем. Рады приветствовать в этом помещении вашу организацию. Мы с ассоциацией развития связи телекомпании с Турничем уже сначала приедут в принципе наши деятельности, потому что ассоциация очень интересна, то есть с окном и вопросом обучения. Мы со своей стороны готовы для любой организации подготовить в рамках кадров, подготовить в рамках того, что у нас уже есть в программе. Это широкий спектр, который вы уже знакомите с пожеланиями, которые у вас есть. И любую дополнительную программу, дополнительную образование для его повышения квалификации, для его переподготовки кадров мы готовы в рамках требований предприятия подготовить, запустить. Начиная от каких-то возможных технических вопросов, с привлечением, мы быстрее били и заканчивая. Вот сегодня один из вопросов, которого сходка тема, это, к примеру, противодействие деятельности в сфере межнациональной розни, конституционного строя и тому подобный очень важный аспект. Мы с удовольствием сможем предоставить какие-то возможности, как в корпоративных семинарах, с более подробным освещением этой тематики. Еще раз спасибо. Извините, я вас покинулась, вот тут 30 сейчас проходит. Повариваю за предыдущие помещения. Рады всегда приходите в другой момент, координаты наши есть. Спасибо большое. Так, искренне, вот словом, выступит президент ассоциации развития отрасли связи и для развлечения Крыма Шипа Сергеевич. Очень рад видеть всех представителей операторов связи всего нашего республики Крым и города Севастополь. Рад, что вы откликнулись на наше приглашение поучаствовать в обсуждении данной темы. Тема, как вы знаете, довольно серьезная. На данный момент находится в состоянии беззакония, скажем так. Потому что айпидевизия распространяться должно в предалечии как и рецензий различных, так и разрешений, так и договорных условий с каналами. Поэтому в ходе сегодняшней беседы мы в конференции обсудим все эти вопросы. Желающие всех, кто выступит, будем рады выступать. У нас будет свободная форма общения. Поэтому, кто желает выступить, можете записаться, можете смешно выступать, всех выслушаем. В ходе проведения конференции, я думаю, мы выработаем какую-то точку стратегическую в дальнейшем нашего действия. По этому вопросу создадим рабочую комиссию, которая будет рассматривать вопросы как в айпбезе с законным контентом, так и с законным развитием IPTD на территории нашего полуобросового. Спасибо. Спасибо. С ответственным словом к словам Багнинга Александру Владимировичу. Напомню, заведующий отделом по взаимодействию с операторами коммуникации и связи. Вот лица Министерства внутренней политики информации и связи, я думаю, все, точку, мы набираем ассоциацию о том, что давать такую возможность здесь встретиться и собраться. Тематика, которая здесь будет рассматриваться, она нужна, она необходима, она быстренькая, она требует разъяснений. Поэтому я думаю, что для всех это будет хороший групп, для всех это будет хорошая информация, для всех это будет подбивательная. Спасибо. Я хотел бы приветствовать слово передать представителю управления Федеральной службы по разному в сфере связи, информационной технологии и массовой коммуникации в Республике Хлёв и в городе Севастополе. Медушевский Александр Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно видеть столько знакомых лиц. Это будет не столько приветственное слово, сколько, наверное, угодная часть конференции, не сочтите за скуку, но он все-таки ознакомый вас с негативными юридическими аспектами, касающимися именно представления услуги IPTV. По сути, в российском законодательстве на сегодняшний день услуга IPTV не обозначена, скажем так, каким-то отдельным блоком. Посему так сложилось в юридической практике, на сегодняшний день для распространения сигнала IP-сетях телеканалы получают лицензию на кабельное обещание. То есть, юридически предоставление услуги IPTV мы, как надзорного блога, рассматриваем как предоставление услуги кабельного телеканала. Существуют уже некоторые конциденты по IPTV, так, был уже юридический концидент с телеканалом «Конфорс». В Казахстан было нарушение лицензионных условий, в лицензии были указаны одни, когда субъект Российской Федерации телеканал транслировался в не указанной лицензии субъект Российской Федерации, что послужило покрышением и было вынесено непосредственно уже наказание. Существует определенное требование, определенная ответственность операторов связи по предоставлению и непосредственно как-то услуга кабельного телевидения, в том числе и для пяти телевидений. Давайте так изначально и немножко по верхам приносим по законодательству. Статья 2 федерального закона СПОЗ-6 ФВЗ о связи. Кабельная сеть представляет собой передачу приема радио и телезрограмм по проводной ритмогидной системе. На сегодняшний день считается, что к кабельной системе относится к передачам, по массам по оптическому волокну и иным системам. Пункт 8-й части 2 Гражданского кодекса определяет сообщение по кабелю как сообщение о произведении для всего общего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического молока или аналогичных средств, в том числе путем радиотрансляции. Сообщение котированных сигналов признается сообщением по кабелю, если средство декортирования предоставляется неограниченному услугу лиц организации кабельного обещания и их съезда власти. Пункт 1-й статьи 29-й закон о связи. Правом основанием для осуществления деятельности показания услуг связи является только соответствующей лицензией, при этом данная должна соответствовать постановлению правительства РФ от 11 февраля 2005 года, в соответствии с которым определяется перечень наименований и услуг связи, подлежащих лицензирование, среди которых также и кабельная технология. В принципе, все люди достаточно юридически грамотные, тем более все прекрасно знают, кто уже сталкивался с Росполнодзором, прекрасно знают, что мы совершенно не жуткие и страшные, а скорее наоборот готовые к сотрудничеству и предоставлению информации, вот в естественном отношении к тем операторам, кто этого действительно желает. посему не буду вам, скажем так, просто тупо зачитывать выдержки из действующего законодательства Российской Федерации, в принципе, в этом, как бы особой нужды нет. Главная моя задача заключалась именно в том, чтобы вы для себя четко представляете, не сочтите за неуважение, но все-таки повторюсь, айп-телевидение на сегодняшний день относится к кабельному перемещанию. Логично, что для того, чтобы помещать в кабель, необходимо кабельное перемещение. Затем, как бы верить, в общем-то, все. Очень полезная информация. И хотел бы несколько слов передать представителю Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя Вихеров Кирилл Шакеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Ассоциацию предпринимателей Республики Крым и города Севастополя. Мы в Ассоциации развития... Вот, если я, когда я предпринимаю, подписали соглашение о сотрудничестве, так как вы тоже находитесь в сфере поля деятельности предпринимателей и сталкиваетесь с теми же проблемами. Мы рады такой активности, как было недавно было ответ, конференция, официальная презентация, вот, следующее мероприятие. Своей стороны, хочу сказать, что именно для предпринимателей очень важно, чтобы подобная инфраструктура, как связь, телерадиовещание была активно развита в нашем регионе, потому что это зависит развитие всего региона, предпринимательского сообщества, и поэтому мы, со своей стороны, будем всячески способствовать, содействовать сооткрудущей, ассоциации развития этой отрасли. Вот, и преодоление различного рода проблем и законодательного поля, потому что мы видим, что очень часто нарушаются законодательства в плане предпринимательства, а в этой части мы как-то будем совместно решать проблемы. Действительно, всегда хочу добавить, что у нас очень тесные взаимоотношения с ассоциацией предпринимателей, и есть даже наши коллеги, которые являются членами этой ассоциации, не только наши, но и с ассоциацией предпринимателей. Хочу предоставить слово юристу ассоциации Анастасии Юрьеву Сатанову. Нужно как-то так встать, я, наверное, на свой стакан. Да, по-другому. А, ты, наверное, на свой стакан. Я уведусь вы всем. Мы сегодня собрались с вами на нашей конференции, и думаю, что для кого из присутствующих здесь не новое, что представляющие большинство стран мира стремится сейчас к построению информационного общества. Информационное общество представляет собой общество товарного изобилия, где основным потребляемым ресурсами становится продукт в форме информации. Впервые этот вопрос, вопрос построения информационного общества, был вынесен на международное обсуждение еще в декабре 2001 года, где на Ассамблея ООН приняла решение о проведении первой семейной встречи по вопросам создания информационного общества. В декабре 2003 года уже состоялся шестерский форум, который собрал представителей из 176 стран. На этой встрече присутствовали главы 60 государств. В нашей стране есть стратегия развития информационного общества ООН, которая разработана с учетом всех международных документов, которые приняли на сегодняшний день. К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели создания информационного общества, относятся в первую очередь к формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности для населения информации и технологий, а также развития коммуникаеров на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. 11 сентября 2015 года было проведено заседание рабочей группы по вопросам развития телерадиовещания в Российской Федерации, на котором был представлен и одобрен проект «Скратегия развития отрасли телевидения и радио до 2025 года». Основная цель данного документа, который был разработан Министерством связи, обозначить приоритетные направления развития рынка телерадиовещания. Реализация программы по строительству автомолоконных линий связи в небольших населенных пунктах от 250 человек привела к росту доли кабельного телевидения до 33%. Эта тенденция будет сохраняться и к 2020 году произойдет расширение зоны кабельного приема. Доля спутникового телевидения в настоящий момент составляет 31%, эфирного телевидения 36%. Активно внедряются новые формы приема телевизионного сигнала, среди которых ATV, ну и OTT – это телевидение через интернет. Предполагается, что к 2025 году полностью обновится балл телевизоров. Уже сегодня 18% телевизоров в стране поддерживают функцию Smart TV, позволяющую напрямую подключаться к интернету. К 2020 году эта доля возрастет до 50%, а к 2020 году почти все телевизионные приемники будут поддерживать данную функцию. К концу 2018 года государство полностью прекратит финансировать распространение аналогового телевизионного канала. Согласно разработанной стратегии, телеканалы со временем превратятся в фабрики по производству контента. Однако на сегодняшний день это пока еще не так. Произведения, включенные в состав программ телеканалов, могут иметь различный правовой статус. Если передача создается специально по заказу телеканалов, то в большинстве случаев телекомпания по договору с авторами приобретает все исключительные права на ее использование. В таком случае сама телекомпания без посредничества организации коллективного управления может разрешать или запрещать другим лицам использование созданной по ее заказу программы. В отношении произведений, которые были написаны авторами независимо, организация эфирного обещания приобретает лицензию у этих авторов непосредственно или через организации, которые осуществляют управление правами на коллективной основе. В этом случае, как правило, они не получают полномочия разрешать использование таких произведений другим лицам. Почему это важно? Согласно действующему правдательству, полномочия пользователя выдавать лицензию другим лицам должна быть прямо зафиксирована в его лицензионном договоре. Поэтому простое заключение лицензионного договора со случайно взятой организацией или телеканалом не гарантирует защиту оператора кабельного обещания осуществленных претензий или их правообладателей. Этот вопрос очень важен в том плане, что если в вашей сети будет распространяться телевизионный сигнал, то есть ретрансироваться телевизионный сигнал, и телеканал не будет иметь соответствующих лицензий, не будет не иметь прав предоставлять вам лицензию на распространение этой программы в вашей сети, то правообладатель может обратиться в суд не к телеканалу, а непосредственно к вам. Общепринятая практика отношений при использовании телеканала кабельным оператором исходит из необходимости заключения с правообладателем договора именно на ретрансляцию телеканала. То есть вам нужно будет, когда вы будете организовывать ретрансляцию телеканала в своих сетях, я говорю сейчас про операторов, которые предоставляют интернет, нужно обратить внимание, что вам нужно заключать договор на ретрансляцию телеканала. Такой договор может заключаться либо самостоятельно оператором, который ретранслирует канал, либо через так называемого агрегатора. Это компании специальные, которые помогают. Однако необходимо отметить, что законодатель при разработке четвертой части гражданского кондекса, в котором говорится об авторских правах, подошел достаточно нестандартно, и положения его статей могут раскрываться в различных ситуациях по-разному. Любой суд, исходя из общепринятой практики, основанной на законе, будет придерживать сомнения, что право на использование, прямо не предусмотренное договором, является непредоставленным и отсутствует у приобретателя такого права лицензиата. Поэтому рекомендуется в договорах на ретрансляцию с правообладателем канала предусматривать и соответствующие авторские полномочия, то есть сообщения по кабелю. И вот почему. Российское законодательство предусматривает возможность наступления гражданской правовой административной или уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав. В нашем случае нас интересует гражданская правовая ответственность. Это гражданская правовая ответственность за нарушение авторских прав, это самый распространенный вид ответственности. Она может наступить в случае предъявления требователей от обладателей исключительно имущественных авторских прав, а также от лиц ими уполномоченных или от организаций по управлению имущественными правами на коллективной основе. В основном санкции направлены на компенсацию материальных потерь правообладателя. Однако в качестве наказания могут быть использованы и другие методы воздействия на нарушителя. Денежные компенсации взыскиваются судом с правонарушителя, то есть непосредственно с тех, кто может осуществлять ретрансляцию канала. Какой-то создатель или уполномоченный человек может потребовать размещение фактически понесенных их убытков. Почему обращаю на это внимание, ну, как бы ваше внимание на это? Сумма, это может быть при расчетах суммы, которую правообладатель заявит о своей упущенной выгоде, да, и понесенном сутки вследствие того, что вы незаконно транслировали его произведения, да, или еще что-то, могут быть огромным. Просто, просто огромным. Кроме этого, он может потребовать денежное восполнение от нарушителей следующих сумм. От 10 тысяч до 5 миллионов рублей конкретную сумму будет определять суд, исходя из тяжести нарушения и принципов разумности и справедливости. В двойном размере от суммы того дохода, который мог получить правообладатель при правомерном использовании произведения, при этом будут сравниваться договора правообладателя с другими использователями из контента. Помимо материальной компенсации, там предусмотрены еще различные другие формы ответственности. Вот, а если организация или индивидуальный предприниматель умышленно или не единожды, или серьезно нарушает авторские права, то есть если вы будете замечены в этом неоднократно, то судья по настоянию прокурора может принять решение о ликвидации юридического лица или прекращении старшего индивидуального предпринимателя. Поэтому при организации IP-телевища, это про можно говорить очень много, но при организации IP-телевища в Крыму у нас на данный момент нет собственного регионального оператора цифрового кабиного телевидения, который организовал централизованное обещание в формате IP-телеви в соответствии с действующими законодательствами. Так вот, и как бы существуют пробелы в законодательстве, потому что, как говорил представитель Роскомнадзора, это новый формат телевидения, и законодательство еще не выработало соответствующей нормы, поэтому используются нормы, которые предусмотрены для операторов кабиного вещания. И поэтому при организации IP-телевища в Крыму нужно, как бы, я думаю, что присутствуют операторы кабиного телевидения, и, я думаю, вместе в сотрудничестве с ними можно будет вырезвать единую тактику. Есть некоторые проблемы в законодательстве по поводу даже кабиного вещания, но при желании можно справиться с любой проблемой. Спасибо за внимание. – Коллеги, есть вопросы к Анастасии Юрьевне? – Телефон дайте его. – Обязательно, после конференции я обязательно оставлюся. – Анастасия Юрьевна, по какой-то централизованной точке организации IP-телевища, можно ли подобные общей цели? – Смотрите, в России в этом регионе есть федеральные операторы цифрового кабиного телевидения, которые обещают распространять свой сигнал на территории всей Российской Федерации. – И есть региональные операторы цифрового кабиного телевидения, которые распространяют свой сигнал исключительно на территории одного, ну там одного либо двух субъектов Российской Федерации. У нас в Крыме сейчас такого регионального оператора не существует. – То есть это не сосредоставляет… – Крым в Крым в Крым в Крым в Крым в Крыме. – Как это существует? – Крое этой компании еще ряд компаний, которые официально подставляют IP-телевицы, идентичные на их сайт и посмотрите. Законные операторы существуют, у нас есть законные операторы. Я не говорю про законных операторов или про незаконных операторов. Я говорю о том, что они централизованные. Централизованные, они распространяют сигнал по сетям других операторов. К чему вся наша компетенция, чтобы этот вопрос ввести в одно целое? Это еще не зашел оператору. Зачем? Другие слова от федерального оператора, который на сегодняшний день был? Нет. А он может? Это уже другой вопрос. Нет, почему? Зачем нужно федеральному оператору? Нет, на следующий вопрос заключается, что пока нет идеального оператора, ниша свободна сюда, Анастасия. Поэтому, почему мы собрались, чтобы эту нишу сейчас заполнить, скажем так. Зачем он здесь не нужен, понимаешь? Наш вопрос и нам решать. Если есть возможность, давайте поднимать руку и вставать и представляться, чтобы у нас не получилось полагано. Так, у нас еще есть вопросы, Анастасия Юрьевна? Нет. Хорошо, и Роскомнадзору есть вопросы? Коллега выступал, Александр Николаевич. Что, человеку уходить надо, поработать? Друзья, конечно, извиняюсь, но просто немножко по времени. Да, слушал. Вопрос, да? Да, вопрос. Оуэкскомн. Уж что? Сразу скажу, как сделать правильно, ну, долго, длинно, я знаю. В КЗС связи есть несколько моментов. Лицензия требуется, первое, на оказание возмездных услуг, следовательно, назревает логичный вопрос, а если мы оказываем вещание безвозмездно? И второй вопрос. Мы обязаны, там написано, даже сейчас скажу статью, пункт 4, статьи 46 ФС связи, вещая, занимаясь телерадиообещанием, мы обязаны безвозмездно, бесплатно, без заключения договора с вещателем, вещать общедоступные каналы. И теперь, внимание, вопрос. Я оказываю услуги интернета и бесплатно для своих пользователей вещаю в сеть общедоступные бесплатные каналы. То есть, если собрать в кучу вот эти положения законодательства, то мне, получается, для этого вообще ничего не нужно. Правильно я понял? Смотрите, мы сейчас говорим в действительности, точнее, вы сейчас говорите совершенно правословно, то есть, мы находимся не в православном зоне, вы не можете предвязать никаких документов для того, чтобы я вам с ними ознакомиться. То есть, на основании вообще чего вы действуете? То есть, я сейчас, по сути вашего вопроса, не в состоянии оценить его. Понимаете? Я предлагаю вам подъехать на Вилав-4. У Сергея Алексеевича можете взять мой телефон. Мы совершенно нормально пообщаемся и поговорим. Датные, здравствуйте, учителя в своем союзе, который даст ответ, и я всем вам разошлю информацию по данному ответу. Под готовить с ссылками на гайл-маги в интернете, ну, то есть, я не хочу, чтобы не зачитывать полчаса. И еще не отнимать временем на коллектив. У вас достаточно честный звучит. Маленькое дополнение, допустим, по вопросу действительно, трансляции ответственных каналов, я не особо сказать, шансов вам. А по вопросу, если вы транслируете его бесплатно, во-первых, вы не имеете права транслировать каналов, которые являются платным, скажем так. Вы должны заключить договор с каналом на право вещать этого канала, раз. Чтобы заключить договор, вы должны получить лицензию на стабильное обещание 2. И третье, вы не можете вещать, как вы все, ну, некоторые говорят, вернее, что я бесплатно обещаю. То есть, не надо вам, наш вклад, так пояснить, что налогово есть такая, я буду там статья, сразу же, я думаю, правильно, что человек не может предоставлять услугу ущерб себе. Это запрещено законом. То есть, я вот раздаю и ничего с этого не имею. Так не бывает. По крайней мере, в России. У нас любой договор на реконсляцию в кабельной сети телеканала должен быть зарегистрирован с нашим аппаратом «Росполнензором». Как и тщательно, так и кабельного оператора. Еще есть вопросы. Речь идет о договоре с правовладательным или с конечным делом? Нет, стоп. В данном случае, не тут речь о договоре с правовладателем. То есть, вы на каком-то основании вы вещаете в медиканал. То есть, правовладатель. То есть, что вы заключаете с договором с правовладателем? Вы вещаете. Правовладатель направляет данные по договору, не специальные таблички, центральный аппарат «Росполнензор», он целый раз, кто этим занимается. И вы, как вещательный, направляете такую же табличку. То есть, этот договор регистрируется, и в этом случае вы имеете право на абсолютно закон обещание. Что-то есть вопрос. Существует нормы, регламентирующие тот контент, который можно или нельзя трансировать? Вы хотите, чтобы нам перечислить все федеральные условия? Нет, я не хочу, чтобы перечислить. Есть ли, существуют нормы, которые регламентируют или не существуют? То есть, имею ли я право трансировать технологии, которые нам могут? По-моему, это является интересным. Вы имеете право транслировать каналы, имеющие лицензию для трансляции в Российской Федерации. И в Украинских каналах объявляют абсолютно официально, это только и не так. И не потому, что это плюс. И не потому, что Российская Федерация запрещает в Украинских каналах и контент на территории Российской Федерации. Мне совершенно нет. Всего лишь только лишь потому, что украинские правообладатели не желают получать лицензии в Российской Федерации на территории Российской Федерации. У коллеги был вопросов, да, я видел? Да, был бы вопрос на ответ. Главное, что украинские правообладатели, у вас лицензию тоже запросят вашу на обещание. Украинские правообладатели, украинские правообладатели. Резидент-резионного предыдущего центра. Это для наличия. Есть? Тогда, пожалуйста. Здравствуйте. Я представляю интересы федерального государственного мультиментального предприятия РТРС. Резидент-резионного предыдущего центра Республики Крым. Хотелось бы пояснить те вопросы, которые уже поднимаются. В июне месяце, 7 июля, могу пытаться конкретной дате, были внесены изменения в закон 6 ФССР по связи. Как раз регламентирующий все ряд вопросов, которые здесь обсуждались. В части введена концепция единого контента, транслируемого во всех средах. В настоящее время существует требование равнозначности контента и в эфире, и в камере, и в IP TV. Есть такой механизм, так называемый регионализации. То есть, часть телекомпаний, не все, но в принципе, технически это не вызывает никакого труда. Ряд телекомпаний производит так называемую регионализацию. Снять термин не надо, как бы оставляем какие-то. Дальше. Существует также норматив обязательности, опять же, во всех средах, трансляции по определенному перечню утвержденному обязательных федеральных телевизионных каналов и разрешательных каналов. В настоящее время это их 20 штук, то бишь, это первый твой мультиплекс на сегодняшний день. В связи с этим, как раз вот летом, были внесены изменения цифроносвязи, которые также регламентируют порядок получения любыми операторами, занимающимися трансляцией, трансляцией, этого продукта. Значит, главной точкой приема обозначен в цифроносвязи, это назначен РТРС. Значит, теперь получается, что каждый оператор кабельного или любого другого вида перетрансляции в любых средах обязан будет инициировать взаимоотношения с РТРС на местах, запросить, предоставить там определенный перечень своей документации. Это описано на основе этого изменения вышла серия приказов Минсвязи и приказы, регламентирующие порядок получения технических условий, технического регламента и порядок отказа в случае, если технически невозможно присоединение. присоединение и технические требования к самому присоединению. Значит, каждый оператор должен запросить возможность присоединения, получить технические условия, выполнить эти технические условия и дальше в своем контенте иметь вот эти обязательные федеральные каналы. Причем даже порядок расположения этих каналов тоже регламентирует. Если на первой кнопке регламентируется, к примеру, первый канал, то невозможно даже произвести замену номера, присваиваемого к этому местоположению в пакете. То есть в настоящее время существует четкая регламентация всех видов и присоединения, и дальнейшего взаимоотношения. Уже по истечению последнего квартала многие кабельные операторы уже изъявили желание в проекты писем на выдержку технических условий уже предоставлять. Часть писем мы заявок завернули, потому что не были выполнены требования предоставления документов. Какие вещи, какие документы, обязательно при получении технических условий. В настоящее время в РТРС разработаны технические мероприятия по присоединению в любой точке субъекта, где существуют объекты РТПЦ. В принципе, срок реализации конец того квартала 16 октября. К этому времени, скорее всего, будет обязательность уже исполнения данного изменения закона сверху. Если необходимы более точные данные по техническим параметрам присоединения, или еще какие-то параметры, представители РТФЦ и еще присутствует наш технический план, планно-технический отдел, можно в любом случае порядке, где эти параметры будет получить, но это, по сути, особенно вегенерализации не имеет сейчас. Тут принцип. Также регламентирован порядок отказа. Известно, что ряд операторов, к примеру, расположенных в точках, где или там станции мультиплексирования, могут располагаться в точках, где не существует объектов РТПЦ. Это на территории тоже субъектов предусматривается. И также регламентирован порядок получения отказа. Но имеется в виду, если, допустим, в точке у РТФС нет технической возможности получить присоединение, тогда оператору может быть разрешено другим образом формировать общообязательный пакет общообязательного патента по особым требованиям. Вот эти критерии вольного формирования контента тоже регламентированы. Это все идет в серии приказов и связей на основе этой поправки экзакомоследов. У меня все? Можно вопросик, да, студентам? Иннок, скажите, пожалуйста, а если оператор или там группа операторов делает свой канал какой-то? Каждый, а, свой канал? Да. Ну, какое-то вещание выглядит, да, то есть, естественно, продукта в этом есть, но он... Я говорил о общеобязательных федеральных каналах. Нет, что вы уже говорили, я у вас услышал. Если вы можете обладать информацией, если группа операторов или камера на телевидении, или еще какой-то, то есть, свой канал. Ну, то есть, лицензия средства массовой информации, он должен уметь, правильно? Ну, я вот не знаю. Лицензия, как есть, да. То есть, группа, например, юридических лиц, насколько я понимаю, вот так, в общем, она не может получить лицензию. То есть, они должны объединиться на уровне какого-то, создать юридическое лицо, какое-то, допустим, по увеличиванию какую-то форму избрать, да? На это юридическое лицо должно получить лицензию, как средство массовой информации, правильно? Зарегистрировать, выполнить определенные критерии, лицензионные условия, правильно? Формировать этот контент и выступать, как, по сути, телекомпания, да? Ну, и как средство массовой информации. Дальше у него распространяются все требования средств массовой информации. Получится ответственностью, и... Естественно, и... Естественно, и... Естественно, только через официальную информацию. Но при этом мы все федеральные каналы должны уменьшать, правильно? Это общеобязательный, в любой среде, невозможно. Вот, допустим, камерному оператору, который распространяет контент на какую-то аудиторию, невозможно не иметь у себя в сети общеобязательные федеральные каналы. Причем их на сегодняшний день 20, порядок их регламентирован, кто конкретно регламентирован, технические параметры регламентированы, порядок получения регламентирован, все есть. Так что тут... Вопросы были, Амин Анатольевич. А точках соединительного центра уже какая основная? Центратурина или где-то еще должность? Вы запросите, в конкретном случае, у нас в основном это студенческие чиперности, но возможны любые редакции. То есть вы должны описать аудиторию, на которую вы распространяете, локализацию ваших станций мультиплексирования. И в зависимости от ситуации мы даем, как правило, ближайшие точки. Можно, да. То есть вопрос вот то, о чем вы говорили. Оно где-то в регламентированной ресурсе находится, и контактная информация. Закон о связи и приказы о присоединении. Закон о связи и на сайте Министерства связи все это есть. Понятно. А ваши контактные данные, то есть для того, чтобы инфицировать процедуру? Есть на сайте РТРС, наша адресность, все есть. У нас своя страничка на сайте, в округ есть. Спасибо. Мы работаем и по Крымскому, и по Севастопольскому федеральному главу, это единое. Да. Копайтесь. Севастополь, у нас Севастополь. У меня есть несколько вопросов. Посмотрите. Значит, у нас закон, который по факту ставит вообще крест в коммерческом телевидении, потому что те каналы, 20 каналов, которые сейчас делали бесплатно, это 60% всего телесмотрения. То есть, если мы эти каналы, ну, как закон требует того, выводим бесплатно всем, да, может быть, это маленькая компенсация всех расходов, пока по закону не имеем это право устанавливаем, то как бы у нас 60% всех абонентов съезжают на этот пакет из 20 каналов, и больше наши коммерческие петельные смотрят, им это уже не нужно абсолютно. То есть, мало того, этот копейка пакет, он будет одинаковым в среде эфира, ну, есть кабели, да, это все понятно. В принципе, там есть некоторые возможности, как бы эти каналы устраивают в общий пакет, то есть, ну, большинство операторов так и поступит. Вот, значит, по поводу присоединения. Я знаю, что сейчас в Симферополе присоединяется к вам компания Сайфер, вот, Фарлайн, некоторых нормах. Значит, мы, как Севастопольский оператор, поскольку эти вот оригинальные врезки, да, оригинальная регионализация, она общая на Крыму Севастопу, то есть, нам не важно, где взять укрытый сигнал, мы можем поедать это делать в любой точке. Так вот, мы уже подали вот это письмо, то есть, нам прислали нужный инфекционер от нас требуется, что заполнять, то есть, если мы заполнили, вам отправили. То есть, вы выключили уже, вы у вас сказали, что, в принципе, все это у вас устраивает. Так вот, мы просим, чтобы нам заточку присоединения считали не наш местный, а здесь Севастопольская автопоцерка, у нас зачастные энергетные ошибки на поезда, и куда тянуться больше полумиллиона рублей будет стоить год времени, и потом еще 20 тысяч рублей в месяц только за канализацию. То есть, мы согласны с вами заключить договор, то есть, ну, как закон, но требует заключение договора с РТРС, по которому мы должны... И точку присоединения именно у РТРС, то есть, субаренда точки присоединения не отпускается, мы заключаем с вами прямой договор, платим вам, он 6,5 тысяч рублей, да? Есть, это тоже регламентировано, с тобой присоединение присоединения, и месяц надо платить РТРС. Но при этом мы присоединены к вам, не на прямую, не наше обратное присоединение. Мы присоединены через дуло, объясняю, вы имеете право либо с собственным способом присоединиться в эту точку вам данную, либо с использованием, но это ваши проблемы. Вы на точке присоединения должны обеспечить свою правоту, что это ваш канал, а какой он, арендованный ли вам, или технически принадлежащий вам, это не имеет никакого значения. Понятно, что здесь договор с компанией, которая не с вами сдачу присоединения? Нет. Мы вам даем, вот в этой точке мы взаимоотноситься должны с вами. Вот. Вот. То есть у нас с вами такой, как мы там заберем, вот в наших домах. Да? Да. Естественно, легально дальше вы всю цепочку выстраиваете, но мы даем вам вот здесь точку присоединения и работаем в этой точке с вами. С Сайфером мы работаем с Сайфером в этой же точке. То есть Сайфер берем в этой точке, мы вам даем в этой точке. Вы можете, к примеру, у Сайфера арендовать, допустим, свой канал, да? Но это ваши внутренние проблемы. Мы с вами взаимоотносимся здесь. Все это вы будете показывать Роскомнадзору. Понимаете? Весь нет, который мы вам направили. Мы вас просим, согласовательно на эту точку, где присоединен с Сайфером. То есть там указ на адрес, что мы на Севастопах себе себя заберем именно в этом месте. То есть вы на нее согласовываете. Правильно. Ну, приблизительно, хотя бы с вами. Я думаю, что в этом нам будет больше всего. Хорошо. Спасибо. Так, коллег, есть еще вопросы? Так. Ну, потому что взаимное соединение, оно осуществляется на платной основе? Да. Есть понимательность? Есть калькуляция, она тоже упреждена. То есть, грубо говоря, кабельный оператор покупает. Ну, условно говоря. Нет, компенсирует инженерный технический расход за эксплуатационное содержание точки персидента. Да. Мы их компенсируем, а нам их не компенсируют. Я не знаю. Вашу шагу, я не знаю. Да я не имею в виду. Я не знаю. Вот, Севстант, правило. Вот, наверное, вы правило. Вообще, такое неинтересно написано по идее. Вот нам, как конференция, вот все вот эти затраты на прием от тех 20 телеканалов, должны сами телеканалы вещать. Это должен возникнуть. Ну, возместить. Но не любого порядка, как это должно происходить. Сейчас у них нет. Никаких разъяснений нет. То есть, как это будет на практике, ну, вы думаете, что у кармана по какой-то покажут. Еще-то за вопрос. Вы представляете, вот вы сказали о некой региональности этого пакета, да? Да. Регионализации. Регионализации. Хорошо. Имею ли я право транслировать регионализированные каналы другого региона? На территории Регионализации. Нет. Механизм регионализации тоже осуществляется ТРС. То есть, все каналы в настоящее время мы сдаем в эксплуатацию. Сейчас как раз механизм регионализации. Вот именно этих 20 общебязательных каналов. Я говорю только за ними. Я даже не совсем правильно выразился. Вот смотрите, есть пакет обязательных каналов Сахалин. Очень хочу транслировать первые сахалинские каналы. Но здесь все, что я имею в виду, это право. И могу ли я через вас его пройти? Через нас нет. Мы вам дадим присоединение общебязательных мест. Вот здесь, здесь. Вы можете добраться на Сахалин. Каким-то образом забрать его сюда. Это ваши проблемы. Там регионализированные каналы. Присоединить в общий пакет, но не на то место, куда идут штаты и региональные. То есть, вы будете паровозом присоединять, если хотите, тот региональный пакет, но не на те места, которые сидят. Ну, то есть, речь идет о том, что я хочу, чтобы, условно говоря, разжены. Рожены. Опять же, если вам разрешат телеканал. Понятно, понятно. То есть, если вы не соглашение подобное, вы можете и сахалин, и сахалин, и сахалин, и сахалин. Вы сами не согласны, но сам в доставке этого. Это сирия какую-нибудь, это получается. Ну, то есть, юридические препятствия не должно быть. То есть, канал умеет тенцию на телевизион. А, он может не иметь тенцию на телевизион на территории Леволазии. Это то, что в реализации на территории Республика может быть. То есть, и тепло, а вот, как вы сейчас говорите, еще маленький момент, когда вы расставали с РТС, и за это внимание не акцентировали, то, значит, после того, как мы заключаем таксуру с РТС, и имеем же присоединение, нам надо со всеми этих телеканалов согласовать, чтобы присоединение, и иметь соглашение. Не договор, а согласование на территории Леволазии. Точки присоединяются. То есть, все равно, еще индивидуально становилось множество людей. С каждого канала надо идти через договоры для разрешения на крещение, для которого, когда коллеги, что проблемы не родиться, они не подрывают, но там все равно существует. С сегодняшний день реакция не дает нам решения. Ребята, вы все тоже? Кто-то хочет, кто-то хочет, кто-то хочет, кто-то подавили, за ними звучали. С Сергеем Озеркой, компания «Медиастиль», я являюсь представительным поле саргия канала «Перекуле и Крым», в частности представляю все каналы, представляю вторую видео. Мы эту проблему поднимали еще в феврале месяц, и обращались с тем, что по закону мы обязаны договоров вещать, но также по закону мы должны иметь от них либо разрешение, либо письмо, либо договор. Это должен быть договор, в частности, тот вопрос, о котором был разъявлен юристикой, особенно ассоциацией. В том, что он канал, закупая контент, везет, в его ответ он имеет право его предоставлять завещание. На сегодняшний день ни один фактический канал, у них группа компаний распространения, это частности компаний «СМЦ», 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 «СМЦ» и так далее, точно так же касается «Музы» и «СМЦ», «НДВ» в том числе, а у них договоров нет, так нет. То есть у нас получается юридически такой коллапс. С одной стороны, нас заставляют каналы вещать по вопросу, что их заставляют вещать бесплатно при доставлянии водителям, а с другой стороны, мы их вещаем незаконно. И когда мы задали этот вопрос непосредственно в Роскомнатзуре, ну, в программе месяца сколько, прошло 10 месяцев, и обращались официально. А на сколько? Задавая вопрос к телеканалу, у меня просто хорошее отношение было, я до 2002 года занимался дисклюзивный вопрос к телеканалу, поэтому, если отношения были на одну году, то они официально ответ не дают, отговора говоря, еще нет. Ну, на сколько тут еще такой финанс? Для общеобязательных вот этих генеральных каналов, кстати, их количество, в принципе, и изменилось примерно в тот же период, когда внесены были поправки за полосвязь. До этого их было 10, после этого их стало 20. Есть очень жесткая регламентация по действиям для общеобязательных генеральных каналов, и для них, то есть они не имеют права отказать, насколько я понимаю. Если установленным порядком вы обратились, то, как бы, они обязаны вам и согласовать, если все процедуры соблюдены. Я бы, когда примерно эти истины? Вот. Как раз летом-то и вводились поправки в законосвязи. Поэтому, я считаю, здесь целесообразно всю эту процедуру обновить вам. Я вам скажу, когда вышли законы, о приказах уже министерства связи. У меня форма распечатана электронная версия без допировки закона. Но это было, по-моему, конец июля, август месяц 15-го года. То есть, в раз в период времени, когда наладился порядок. В этой технике мы обращались в НЗВ уже в октябре. при результате. Ну, пробуйте. Единственное, что могу сказать, у них есть тоже обязаловка. Как видно, они ничего не делают. Нет. Там не обязаловались. Вопрос в вопросе не решает. То есть, каналы, допустим, каналы СТС, там АШИ прислали. Критерии? Ну, и американская фирма. И мы будем работать не можем. Я понял. Критерии, я думаю, обязательности от всей этой процедуры рассчитаны на конец второго квартала 16-го года. Сколько? Реализации. Я думаю, туда ближе к концу уже возникнет ажиотаж. Каким-то вопросом будет решаться. Ваша реализация, я думаю, в эфире вещает все 20 каналов. Общий обязательный. Да. Это первый, второй мультик. Да. Она отличная. То есть, договора, как организация ваших с этими каналами есть? Все за всеми, да? Так видите, что же пирмская организация и договора есть? Это федеральное предприятие имеет договора. Они имеют в Москве. Пашковское, да? Ну, по-моему, здесь есть договора. Нет деления. Мы филиал, имеем договора с региональными третий-компаниями. С федеральными третий-компаниями и есть федеральные предприятия. То есть, что они показатели, допустим, для аж в частности. Да не показатели. Есть еще вопросы, коллеги? Спасибо. Спасибо. Хотелось бы обедление сделать. У нас, когда мы начали в этом помещении сегодня с вами работать, местный оператор, который предоставляет в это здание интернет, он, к сожалению, почему-то не захотел дизель включать. И, соответственно, мы могли бы оказаться без интернета. Но вот благодаря Армен Рубеновичу в течение часа техники быстренько провели. Армен Рубенович, можно ему спасибо сказать. Вот провели сюда интернет. И в Майкай точка доступа есть Аростка. И она будет на всех конференциях. Неважно, каких вы залов будем. Она беспарольная. Можно ей пользоваться будет. То есть, запомните себе верификатор сети на дитя Аростка. И непосредственно можете сохранить. Неважно, где у нас будет конференция. Это точка доступа будет путешественных знаний. Так. Хотел бы предоставить слово Дузбаба Виталия Викторовича. Есть, да? В принципе, да. Я такое скажу. Спасибо всем за понимание. Тут поручила ассоциация, где бы этот слой проблемный с Оргенией, священникам, попытаться разобраться, привести соответствие к какому-то варианту. Ну, просьба такая. Вы все это слышали. Повторюсь, наверное. Это для данной проблемы наличие лицензии обязательно в телевизионной. И наличие договоров с правообладателями обязательно. Дальше можно рассуждать, пытаться советоваться. Лукаев и все остальное. Наверное, все они туда. Все это придет к этому варианту. Две лицензии и дальше делаем то, что мы делаем. Вопрос плантно-неплантно. Нужно решать в шкафе. Кто нас подрастает, кто вас в академии. Но проблема есть. Пожелания к членам ассоциации. Не знаю. Я считаю так. Мы должны быть образцом своей деятельности для других товарищей, участников этого рынка. То есть, свою деятельность, она приводит в соответствии с законодательством. Тогда мы пойдем хорошо, уверенно. Вот так вот. Повторюсь. Эти два момента прошу запомнить. Конституция должна быть, договора должна. И работаем дальше. Спасибо. 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 Если есть у кого желание выступить в регламенте трех минут, то можно предоставить аудиторию или нету? Пока нет, да? Да. Есть? Да. Да. Спасибо. 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 Добрый день. Добрый день, коллеги. Я вас представлюсь в Среди Озеркин. Я явно представителем спортивных каналов на территории Крым. На сегодняшний день предоставляет больше сорока. В частности, это и спортивный контент, который сейчас принадлежит для исправления, а также представляет интересный канал. Поэтому по вопросу формирования контента, заключению договоров, могу помочь, подсказать, так как занимаюсь институцией, как я уже говорил, в 2002 года. Сотрудничаю с ИОСАП, с Дескабери последовательной компании. Ко мне уже обращались ряд компаний. Мы оставляли консенсии в институте личного контроля, который заявлен на сегодняшний день. Ведут незаконное распространение телеканалов из договоров под... даже распространяется бесплатно. Договор все равно должен быть. А каналы, которые являются платными, с тем, будем институт права распространения бесплатных. Хотя, можете купить там 20 или 20. Вот, как говорится, ваше послушание. Таким образом, если у вас есть вопрос по контенту, который вы получите, то сказать не надо. А мы же не представляем. Может, то что вы ящик своего пишите? Спасибо. 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 Коллеги, тут общий сайт. Спасибо. Наше собрание уже как бы подходит к завершению. И, соответственно, должно быть резюме, да, наших посиделок сегодняшних. И вот есть предложение создать комиссию по вопросам организации IP или вещания в сетях операторов связи. Кто хотел бы принять участие в такой комиссии или в составе этой комиссии, ну, пожалуйста, там, бактериологи. Или давайте запишемся и, в общем-то, создадим такую рабочую комиссию. А можно я выскакиваю? Вот так будет. Пожалуйста, пожалуйста. Меня зовут Вячеслав Порешев. Я называю руководителем проекта IPTV, компонент «Севастополь». То есть мы начали свой IPTV проект в 2010 году. В конце 2012 года мы уже запустили коммерческие вещания. Одни из первых еще тогда в Украине. Вот. Сейчас у нас полностью рабочий проект IPTV. Мы вещаем только в нашем городе, ну, и в округе Севастополя. У нас встречается около 140 телеканалов, около десятка из них рожди. Ну, соответственно, мы работаем полностью регально, со всеми договорами, со всеми лицензиями. Вот. И, как бы, имеем в этой неделе достаточно большой опыт. То есть, что касается организации IPTV вещаний в сетях, насколько это вообще сейчас оправдано, экономически оправдано, практически оправдано. То есть, в принципе, я могу поделиться опытом, могу поделиться опытом с коллегами из ассоциации. Вот. То есть, если есть какие-то вопросы, можете ко мне с ними обращаться. Тоже надо написать своему имуе. СМИ. 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 Спасибо. СМИ. Ну, я думаю, что с таким богатом мы вам сделаем. Вам несколько комиссий первых редакций, скажем так, и не откажете показать непомощь и развить ее. Давайте поможем. Спасибо. СМИ. Господи прочитать. Еще вопрос. Можно уже поговорить. Хотя ожидалось некое внимание. Ассоциации какой-то бизнес-модель, То есть бюридические аспекты, они все одинаково уходят. Но ассоциация, сиграя, я думал, что у нас будет предложена некая какая-то бизнес-модель. Бизнес-проект предложить можно различных вариантов. Это как отдельно взятая организация, которая получает все рецензии и реализует ABTV на своих сетях. Так и бизнес-проект можно реализовать. Для чего мы собрались, чтобы подсудить это понимание необходимости этого момента. И для этого создается комиссия, которая и разработает бизнес-проект, и с соответственными усилиями мы продумаем. И второе направление, это малые крови, скажем так, на базе наших операторов, которые уже имеют кабельное обещание, получив лицензии, на их базе создавать IP-точки, допустим, доступа нашим операторам сетей. И более дорогая перспектива, это создание в Крыму одного, скажем так, оператора, который будет отчасти до года, и предоставлять услугу ABTV всем операторам, приближающимся. Техническую сторону, вы сами понимаете, разработать очень сложно. В принципе, если есть желание, у нас, наверное, это еще можно осветить техническую сторону. И там трудности не составляет, и все, наверное, понимают, что позатратная часть, собственно говоря. А технически все это уже отработано, все это существует. А сама точка смысловая, как это сделать, вот это, я думаю, мы создадим комиссию, которая эту цель будет разрабатывать. Оператор предлагает предлагать свои рекомендации всем. Потому что взять одного человека, взять двух, взять трех, вы сами понимаете, это будет одно. Когда будет уже какая-то группа от основных операторов, которые заинтересованы в первую очередь, это будет уже решение более взвешенное, более реальное. Я считаю, что это в операторах только не знающиеся членами ассоциации? Нет, абсолютно нет. Мы забрали вас. То есть, если, скажем, бизнес-модель, которая будет предложена на ассоциации, будет интересна и другим компаниям, хотелось бы понимать, есть ли возможность на равных условиях влиться в этот, ну, скажем, проект и принимать ее активно? Конечно, конечно. Здесь ассоциация, она не обособленная, организация, которая закрылась. Здесь просто появляется, помимо общественного полезного продукта, есть еще бизнес-составляющая. Вот я просто подвожу, то есть, если в рамках ассоциаций поднимается этот проект осуществления бизнеса, я вижу только единственный способ именно таким образом его развивать. В этом случае, как бы, вот, ключевое слово «на равных», оно должно быть самостоятельно, да? Это однозначно даже не отступает. Конечно, на равных и все предложения, все условия, все будут договариваться, все будут потом просчитываться, и условия, представления будут потом договариваться, опять же, с партнерами. Партнерские отношения ассоциация не отметает ни в коем случае, не оттуда от участников. Скажем, влиться в комиссию по разработке, может быть, бизнес-модель, технических составляющих, то есть, могли бы, не только членов. Конечно, однозначно так. Девчонки у нас встал, он не делался членом ассоциаций, но мы его даже продолжаем, потому что у него погоняющий вопрос уже, который он не прошел, когда-то будет, скажем так. Поэтому, пожалуйста, можете играться, ну, вот потом заберемся, я думаю, все желающие ассоциации, провайдеры, которые нас крупные подойдут, ну, кто из мелких провайдеров, желают участвовать, с удовольствием придут, у нас есть специалистов дома, который уже давно этот вопрос рассматривался, давно он взлетает уже в воздухе, вы сами знаете, что создание этой какой-то единой сети целой. И как это будет струдиционал, я считаю, потому что все, я был, честно говоря, работая еще на предыдущей работе, когда мы просто коллег свои просили, интересовались по операторам, ну, вот у вас есть там мелкие операторы, а этот, есть там парочку, а сколько у вас мелкие операторы? Ну, это там 15-20-60 тысяч оппонентов. Поэтому мы тут все считаем для России мелкие операторы, понимаете? Если мы будем, если мы еще раз дробимся на частички, то даже пылью назвать невозможно, скажем так. Поэтому мы сейчас мысли, мысли такая, что сниматься в единый, ну, не единый целый, скажем так, но в единую структуру какую-то, которая будет замодействовать внутри себя, скажем так, и оказывать какую-то помощь, и прислуживаться хотя бы к советам, к рекомендациям, к просьбам друг друга. Мы только знаем. И для этого, собственно, для создания создана первую очередь, чтобы помочь операторам развиваться и выжимать, по большому счету. Это, когда вот было сказано, что федеральные не зашли сюда представители, скажем так, крупные, это нам еще так пока еще везет, потому что если туда же зашли уже крупные, то, я думаю, здесь, говорят, имели намного реже уже. Ну, я в любом общем, я говорю, именно по этой теме, я выгружаю до самого существования бизнеса, если я, скажем так, как бы. Какие еще вопросы есть? Предложения, выступления, кто может выступить? Я думаю, что может операторы и крупные, и каменные, хотя бы что-нибудь сказать нам, порекомендовать. Леонидович, что там так тико сидит? Давайте, давайте, не стесняйтесь. Какая компания у вас? Мы, конечно, подавали вопрос в ЭПИТВ, но не затрагивался все-таки вопрос в ЭПИТВ, который, мне кажется, все опасаются, потому что получается, что каждый мегатор оплачивает ЭПИТВ компания подоставляет услуги, да, и мы вынуждены увеличивать трафик в своей системе. И вот воздействие на эти компании, к сожалению, если ЭПИТВ еще можно, как сказать, воздействовать, то ЭПИТВ будет проблема, которая тоже требует решения. Вопрос в том, что ЭПИТ действительно очень серьезен, и операторы, скажем так, терпят его, я понимаю, только из-за того, что дадут сохранить своего приезда. И нечего взять и предложить больше клиенту. Опять же, если будет, например, какое предложение свое, более интересное, то операторы, а то техническая сторона прекращения трансляции ЭПИТИ уже отработана некогда с некоторыми операторами, она может быть не столь законно и, скажем так, правильной. По крайней мере, она действует очень хорошо. Идеи из жизни это буквально перестроить канал чуть-чуть полную сделан и все идти заканчиваем моментально. Как закрыть наши системы? Может, вот такой конкурент, или как? Никак, да? Почему не так? Я говорю, технически. Каждый может закрыть свою сеть. Я говорю, вот здесь. Я просто не понимаю, что технически может закрыть сеть, там, в корректах. Ну, сколько будет в этой проекта ЭПИТИВИ, скажем, в корректах? Ну, проект ЭПИТИВИ, даже... Подкармливают, по-пшопу. Вот мою видение такое, что, допустим, тот, кто, так сказать, владеет, так сказать, утрягнет трафиками, им даже выгодно подкармливает такие компании, эти дети, чтобы заставить нас вкладывать все дети цели в развитии своей канавы. То есть это идет сверху, так сказать, пирамиды, которые перебить не даром. Я думаю, что вы знаете, во-первых, первая цель, допустим, наша, это добиться законности про наставления этих услуг, ну, в Крыму, понимаете, заинтересованы, так сказать. Пока мы, если не будем уже у нас вырваны в рычаги, скажем так, давления на поставку незаконного депутента, то, в принципе, уже способы его приостановки, или прекращения, или уменьшения, я думаю, найдутся легче. Тем более прокуратура в этом вопросе заинтересована, органы соответствующие тоже, как милиция, МВД наша, и отделы различных, тоже заинтересованы в дыше. Я думаю, с поддержкой я думаю, что мы с этим вопросом не справились. Какие еще есть предложения, кто-то еще желает высказаться? Пусть не по теме даже. Пока мы здесь все забрались, можно обтучить различные вопросы, пока все здесь. Ну, тогда будем уже заканчивать. Спасибо, что вы все вместе собрались, увидели друг друга в очередной раз. И попрошу коллег, которые хотят войти в комиссию, подойти для регистрации. Вот уже двое коллег у нас сегодняшнего. Чтобы мы вас внесли и вместе снисляли там в каком-то облаке ресурс для общения между собой. Сейчас я буду поменять. Сейчас я буду перекурт, буквально пять минут. И прошу, членов ассоциации, кто желает у вас открыто, это будет такое маленькое собрание, осталось еще раз. Спасибо.